Друзья, как всегда, перед началом анекдот-шоу Коротенький анекдот для хорошего настроения Значит, мужик домой прибегает и кричит Маня, Маня, я выиграл в лотерею 10 миллионов Собирайся, она на Канары Нет, к чёртовой матери Всё, пора начинать, друзья, поехали Друзья, есть только одна уважительная причина пропустить шоу-анекдотов в Одноклассниках Это посмотреть их и послушать здесь, в студии Всё остальное не принимается Всем привет! За кулисами услышал анекдот от одного из наших участников С удовольствием подставлю его и расскажу вам сам Значит, разговаривают два друга, один второму говорит Слушай, ну как ты, как ты можешь терпеть свою жену? Ну это же ужас, это просто, это просто кошмар какой-то Она всё время у тебя ворчит, бурчит Всё время какой-то каждой мелочи цепляется У неё хоть когда-нибудь бывает хорошее настроение? Он говорит, ты что, упаси бог Когда у неё хорошее настроение, она ещё и поёт Ну что, с хорошим настроением приступим к нашему игровому процессу Поехали! Итак, команда «Оранжевого дивана» сегодня представлена замечательными людьми Поэт, киноактер Владимир Вишнявский Автор знаменитых «Односишей» А знаете, про себя же Фан-клуб Вишневского открылся, приходите Это пародия на меня, мне хватает своих Хватает своих, пожалуйста, присаживайтесь, Владимир Все сюда приехали, а она одна прибежала Моя подруга, моя... вообще обожаю Она всегда приходила на все мои передачи Смотрела все мои шоу, знает все мои анекдоты Под ваши аплодисменты Ну, я прибежала Многократная олимпийская чемпионка Чемпионка мира Светлана Мастеркова Здорово, Мастеркова! Здорово, Мастеркова! Вот тебе здесь, пожалуйста, Мельдоний Я Мастеркова, а что такого, да? Замечательный певец Веселый человек, балагур, Денис Клямер Ваши аплодисменты Здравствуйте, друзья! Привет, Денис! Здравствуйте, дорогой! Привет! По балагуре Располагайся, вот посмотри на своих врагов Обниматься будет даже одного из них с удовольствием Даже интрига? Светлана Я развеял тут же интригу Да, развеял Вот, собственно, команда оранжевого дивана У вас диван зеленый И сегодня тебе будет помогать Выигрывать А может быть, помогать проигрывать А может, я буду помогать, наоборот А может, ты будешь помогать Замечательные девчушки, мои подружки Анна Хиркевич! Актриса! Актриса! И джей Балагур Балагур Кто-то еще там? Привет! Кто-то еще там? Ну, развея, аплодисменты Давайте поплавим Погромче, погромче, друзья Значит, Светик, расскажи, что происходит Да все прекрасно происходит Хочу научиться говорить красиво анекдоты Правильно расставлять акценты в анекдотах Поэтому я в твоей программе То есть ты сюда как на курсы пришла? Я пришла ориентироваться на курсы, да Ну, у тебя все получится, я уверен Скажи, пожалуйста, вот Твое отношение к тому, что происходит сейчас Вот со всеми скандалами там в спорте Это тогда такого не было Нас это укрепляет Нас ничего не сломает И самая главная задача Нас бьют, а мы выигрываем Ну да, это тоже хорошо Что новенького? Новый альбом, новые гастроли Может быть, что-то новое Какая-то Может быть, что-то новое 25 лет уже столько Из года в год все новое Так, ну давай по цифрам В этом году 5 лет сольные 25 в общем, так сказать В коллективе? В коллективе, в общем итоге Вы помните, коллектив большой такой Большой, да А вообще, ты знаешь, я почему-то как-то так Очень сильно сконцентрировался Хотя я очень люблю рассказывать анекдоты И вообще все мои друзья знают, что Если в 8 утра звонок Значит, это анекдот от меня Ну, одна из нас А ты звонишь и говоришь Если вы хотите отказаться от этой услуги Пришите 50 рублей Пришите, да Нет, это если в 5 утра Рассылка А, в 5 утра? Да, в 5 утра То в 1000 рублей Я вам не буду звонить в 5 утра Блин, Денис, ты задрал Нет, все Послушай, идет по лесу Аню, ты давай вещай Анюточка Да Ну, расскажи-ка ты Как дела? Ань, как дела? Спроси у меня Спроси у меня Как дела? Ну, Ань, как дела? Как и у Барак Обама Ищу работу А правда, где он сейчас? А вот Да, ни песен, ни клипов А вот сейчас где-то там Знаешь, что я сидит Там на манкетке А на той стороне Трансумара Кино, театр, программы Я все успеваю Я открыла свой бизнес Так Вот тут поподробнее Вот это шиномонтажные Экиманки Это твое? Да, да, да А у меня салон Красоты Ну, маникюрный Я загляну Обязательно Знаешь, как говорят гинекологи Будет время, загляну А ты откуда знаешь? Ладно, ребятки Давайте поаплодируем Нашим звуком Ой, какой я прекрасно Вспомнила анекдот Представляешь Я думала, я не вспомнила Ни одного анекдота Подожди Ну, подожди Про гинеколога Ну, очень хороший А, ты хочешь сейчас рассказать? Да Ну, давай, давай Значит, приходит к гинекологу Негритянка Ложится на кресло Он, значит, смотрит 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 Говорит Нет Не буду красный салон брать Там что-то еще было Про черный Черный пуш Красный салон Он говорит Решено Решено Да Черная машина Черный бентли на красной коже Друзья мои Звучат аплодисменты И я с радостью Хочу объявить вам Что у нас Начинается Соревновательный процесс Но Вам же, наверное, интересно А кто это нас будет судить? А кто нам будет ставить оценки? Вообще Кто нам будет говорить в итоге Кто победил? А? Вот этот ящик Не просто ящик А последнее слово техники По всем статьям Там, по-моему, кого-то заперли Он азбукой морза Пытается до нас достучаться В том числе Да Там и в нем сидят люди И там приходит человек Нажимает И все это вообще Просто мультфильм Который записан Идет Но на самом деле Все это неправда Потому что это действительно Очень тонкий Измерительный прибор Он измеряет эмоции Шум Улыбки Ширину рта Раскрытые зрачки То есть это все Он анализирует Анализирует И выдает потом свой вердикт Работает он Измеряя юмор Он так и называется Сме-хо-мер Вот смотрите Например Давай вот скажи Решено Решено Черный Бентли На красной коже Э, подождите Подождите А так Мне кажется Это Миропон А, так это Во-первых, зрачки Она не раскрыла Рот сильно не раскрыла Да, так Решено Так, смотри Так он Решено Да, давай Решено Черный Бентли На красной коже А, так А, так А, так А, так Какое-нибудь Относище Мощное Палач не знает Роздуха Но все же Черт возьми Работа-то На воздухе Работа-то С людьми Проверили Слава Богу Аплодируем И начинаем Наш первый раунд Который называется Мой Любимый Анекдот Давайте я Поясню Значит, команды по очереди Рассказывают Анекдоты Которые Ну, ваши любимые То есть из названия Все понятно Даже если вдруг Вы не можете Что-то сейчас вспомнить Вы давайте Какие-нибудь Просто известные анекдоты За ваши любимые Я вспомнила Все просто Что отличает рыбалку От спорта Официальный прием допинга Так Пожалуйста Кто из вас Начнет Рассказывать Любимые анекдоты Давай я Ну, на самом деле Любимых анекдотов у меня нету Потому что я их Как приходят новые Я их забываю тут же Но потом звоню друзьям Они меня Очень удобно Очень удобно Да, я, кстати, смешно Когда готовился к программе Спросил у супруги У нескольких своих друзей Какой-нибудь из анекдотов И они мне все Все, причем начиная с жены Про один и тот же В общем, уже жутко пошлый Ну, может быть, посмотрим Потому что, может быть, ты их задрал Это в 5 утра Одним этим Да знаем мы уже Успокойся Нет, послушай еще раз Я начну с душевного С милого Давай Да, значит, пост ГАИ Стоит ГАИшник На улице 40 градусов Он так загорает Друг подъезжает Фура, рефрижератор Выбегает водитель Говорит, чувак, спасай У меня целый рефрижератор пингвинов Везу в зоопарк Вот У меня сломался, значит Холодильник Ничего не работает Бензина нету Парни сдохнут Говорит, надо что-то делать Ну, тот начинает Останавливать машины По одному Спихивать пингвина Говорит, куда? В зоопарк срочно везите Ну, значит, там их 40 штук Последний пингвин остался Едут пацаны Там 600 Ну, это такое Из 90-х анекдот Останавливает Бандиты, да Он говорит Че начальник? Он говорит Слушай, ребята Надо пингвинов в зоопарк отвезти Они говорят Да вообще базара нет Давай, сажай Сейчас пингвинов Все отвезем Будет все отлететь Ну, тот посадил Господи, слава богу Все хорошо Стоит дальше Загорает через час Вдруг видит Опять эта же машина С пацанами С этими И на заднем сиденье Сидит пингвин с шариками Вот И он, значит, останавливает Он говорит Мужики Я вам что сказал Пингвинов в зоопарк отвезти Он говорит На начальник Все нормально В зоопарке уже были Сейчас в лунопарк едем Здорово Володя, пожалуйста Это анекдот Курортный роман С кем не бывало Я вижу, что Можете признаваться Я вижу, что со всеми бывало Курортный роман Мужчина и женщина Он и она В первый день уже близость Они лежат Смотрят в потолок Еще даже на мыне Успели перейти И вдруг женщина спрашивает А вы врач? Он говорит Да, я врач А как вы догадались? Она говорит Ну вы так долго и тщательно Мали руки перед свиданием Он говорит Да, да, я врач Она говорит Я даже думаю, что вы Анестезиолог Он говорит Фантастика Да, я анестезиолог А как вы это поняли? А я ничего не почувствовал Здорово Прекрасно Аня Сидят три подруги Значит, встретились в кафе Одна сидит У нее синяк такой Фингал под глазом Мне говорит Ой, что с тобой такое? Она говорит Ой, у меня муж боксер Он мне так Лупит Так бьет меня сильно Но потом Такой секс Такой секс Прям вообще Все прощаю Вторая сидит Вся в царапинах Она говорит Ой, а у меня муж мясник Он, значит, как придет с работы Начинает меня И так, и так И царапать И рез Но потом Такой секс Такой секс А треть сидит А у нее маленький Такой синячок на плече Она говорит А у меня муж банкир И он когда приходит Ну так с работы И я тебе когда-нибудь Трахнул Когда-нибудь Я тебя Банкир, да? Я тебе понял Это же ассоциация Мы можем вместе Рассказать Анекдот Нет, мы не можем вместе Рассказать У меня свой анекдот Давай расскажем Я был вместе Я был вместе Значит, встречаются Две подруги И одна другой говорит Мой бросил пить И все Спорт помог Она говорит Что, спортом занялся? Нет Я боксом Не тыкай Аню А продолжаю я что-то А то сейчас Жители подумают Ты не банкир Ты не банкир Я тоже занятой человек Я мясник Нет, Вадим Я мясник Занятой человек Нет, есть же короткий Это по поводу Бьет Когда две подруги Я вообще не люблю Блондинки Знаешь, брюнетки Расовая дискриминация По цвету волос Ты будешь А поди разберись Просто есть умные люди Не умные Вот две таких Не очень умных Одна другой говорит Я вчера Говорит Говорит, что такая грустная Говорит, да я вчера купил Вибратор Вот, значит Говорит И только, так сказать Расслабил А он меня током бьет Представляешь Говорит, дура Бьет, значит, любит Шикарно Пожалуйста Ваша очередь Есть такой Философ современности Чье имя знают Даже прелестные женщины Сидящие по обе стороны Которых Не такие грубые увлечения Как у меня Я комментировал как-то Бокс Майк Тайсон Слышали такое имя? Майк Философ Он сказал План на бой Есть у каждого Пока в него не попадут Так вот Когда в 90-е Стали Стали показывать Бокс профессиональный Герой анекдота Грубый человек Похожий на меня Он готовится К вечерней трансляции Боя Тайсона Он закупает креветки Охлаждает пиво Поглядывает на часы Все Ничего не можешь делать Все ближе и ближе И вот уже Подступает вечер Уже пора ставить креветки Поглядывая на часы Пора править пиво И вот наконец Приближается этот момент И значит Вот уже все Вот уже Майкл Баффе Let's get ready to rumble Знаете как Запатентовал фразу И вот начинается этот бой Он делает первый Столь понятный нам Залповый глоток Пива Пена на губах Креветки И вдруг 46 секунда Бах Нокаут И вот он сидит Пена на губах Креветки дымятся Он сидит И вот жена Проходя говорит Вот теперь ты меня Понимаешь? Так, ну давайте А я расскажу Да, бабушка Идет, значит С рынка набрала Кто идет? Бабушка Бабушка Набрала покупок У него идет с авоськами Поднимается по лестнице Идет к лифту Нажимает на кнопку Стоит, ждет Вдруг Вылетает мужчина В плаще Распахивает А он там голый И она такая Господи, яйца забыла купить Маньячила какая Такая строчка Не вешать нос Сгибиционисты Не вешать нос Ладно, у меня много Есть коротенький Гей-клуб Значит Что-то я как-то Сразу Я тоже побоялась Хотела Не, я не боялась Просто я тут там Думаю, оставлю Но потом Такое дело Лучше сразу Народ там сидит Когда же они про Когда же выращаются Смешной вопрос Значит, гей-клуб Барная стойка Вечер, вечеринка Вся Стоит чувак Значит, выпивает И вдруг к нему подходит Другой И говорит Так, привет 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 Меня Леша А тебя кто? Неожиданно Неожиданно Слушай Неожиданно Что? Как бы надо Это смешно Друзья Ну, для затравочки Пойдет Давайте поаплодируем Нашим участникам Уважаемые зрители Нас смотрят миллионы Друзья Давайте громче О, Клайф Принули к своим гаджетам Друзья Давайте же посмотрим Посмотрим Что нам намерил Его высочество Смехомер Итак, пожалуйста Результаты После первого конкурса Та-да-дам О-о-о 80-60 Не беда Не беда Ничего Итак, счет После первого конкурса У нас становится Соответственно 0-1 Пока у нас впереди Зеленый диван Со своими обитателями Давайте их поздравим Под ваши аплодисменты Друзья Мы переходим Ко второму конкурсу Который У нас традиционно Называется Баттл А, значит Традиционно, друзья Мы разбили все анекдоты На рубрике Пожалуйста Ознакомьтесь Дорогие мои Спорт, политика, армия Семья, дверь, охота Ну, много Палитра широкая Где-то они пересекаются Перекликаются Соответственно Ну, если выпала охота То это и рыбалка И активный отдых Все, что связано С животными С природой То есть, ну Широко Не то, что машина Это значит только автомобили Это значит Кто-то в кого-то въехал И тому подобное Стиральные, швейные И так далее Значит, все очень просто По очереди Вы выбираете Одну из категорий Происходит это Следующим образом Нажимаете на планшетик Пам-пам-пам Парам-парам-парам Крутится барабан И вот Машины Отлично Да, машины Значит Сразу ступор Да-да Когда ограничивают Сразу Ну, какой анекдот Я вспомню Старый такой анекдот Старый армейский анекдот Значит Едет Едет Урал Огромный такой Военный Урал Огромный Значит И На светофоре Резко тормозит И сзади в него Новенький Мерседес Па-ба Просто стекла Все полетело Ярко Все фары в дребезе И выходит водитель Мерседеса Смотрит У него морда Вся раскорячена Капот Вот так вот Просто галочкой Просто Он, господи Я же Я же только Ремонт закончил Я же только Фарочки новые Поставил Я же только что Бампер этот вот Красил А решетка А вообще А капот А краска Вообще Все это Опять к чертям Полетело А из-за Урала Выходит прапорщик Такой водитель Подходит И говорит Блин Только ведро Новое вчера повесил Володь Да Света Нажимайте Запускайте Парабан Все пошло Дело Какая же категория Вам попадется Больница Супер Ура Больница Тарара Тара Доктор Подходит К пациенту И говорит Я первый раз Прости Видел Такую Реакцию Да Обычном Блин Больница А концовка Грустная Не спешите Концовка Грустная Доктор Проходит Мимо пациента пациенту говорит мне водочки то можно выпить водочки можно что все так хорошо так плохо пожалуйста ваша категория нажимать о ну прям кто бы мог подумать какой бы рассказать надо было оставить вот это вот нет давай денис давай давай я дениска давай значит два товарищи встречаются суши как дела да тут представишь я на дальний восток из москвы поехал на неделю прям в поезде и со мной захожу в купе а у меня есть свое потрясающе красивая девушка просто фантастически но я как-то так что там коньячок сидела да она такая да я не такая в общем все в общем суть до дела случилось у нас все с ней а она представишь после этого давай слезы плачет что же я за шлюха стерва кончено у меня же муж двое детей как же я так могла так господи боже мой он говорит а че ты ну че я сел тоже и плачет она я сел и обнял и тоже плачу значит он говорит ну и че он говорит ну че так неделю ехали трахались и плахали нажимаем да шикарно да володь пожалуйста только бы не запустил барабан магазин вот так может про секс-шоп можно кстати хорошо магазин магазин значит новая эпоха уже так сказать все удобно супермаркеты все бренды и такая дамочка дамочка такая рублевского типа она значит и дуржу директор вид такой вип-клиент и она набирает покупок модные бренды бренды ты мой опавший и значит шурша покупками подходит кассе и так говорит ой да что же я надо же я же все все деньги-то забыла а значит хозяин гады это что же ты сука мля набрала покупок а бабло забыл нет это у меня кредитная карточка и снова здравствуйте про торговлю на слышал такой короткий анекдот что в одессе на привозе всегда только три размера на вас не на вас и надо мерить вадим вадим и живет тем шагов в одессе рассказывают одесситы это фольклор особый знаете что это за мир особый юмористический там не нужно даже анекдотов там вот эти женщины когда продают они как помидоры не массе не массировать а человек который значит их трогал и значит и выбирал агат ну а заплатить его год но я же ничего не купила не купил а мимолетная близость ничего не стоит уже помидоры не массировать пожалуйста денис анют нажимайте кнопочку выбирать машины ой ну я чуть вспомнил только один гномик приходит на заправку приезжает на заправку подходит к оси и говорит здравствуйте мне просто капельку бензина и капельку масла шину вам не пукнуть крутим барабан светик пожалуйста команда оранжевого дивана вступает в в номинации звери кто владея ты запарал друзья поддержим светла ну после охоты друг встречается с другом этот рассказ до как охота прошла нормально ночью как кого подстрелил что вообще видел медведя огромного а как это ну я пошел значит в кусты сел по нужде по большому ну и так вот сижу да значит там как и и слышу за мной спиной такой а ты чего я понял что медведь ну сразу пока не наестся да пожалуйста анют давай опускайте барабан день да анечка да я все запускаю блондин о как ты знал ты знал давай но сразу вспомнила я а вы знаете почему блондинка когда идет дождь и гроза за окном стоит у окна и улыбается нет потому что она думает что ее фотографирует полоть в вашу очередь крутите барабан выбирайте категорию пожалуйста поехал наш процесс вспоминайте семья шикарная шикарная рубрика есть анекдот а ты классическая ситуация приходит муж поздно в понятном состоянии по принципу лучшая защита нападения он упреждая понятный вопрос жены а спорим ты никогда не догадаешься где я сегодня был она я-то догадаюсь но давай для начала послушаем твою версию полоть напомнил хороший анекдот она под утро просто вот ну возвращается домой тихонечко пытается открыть дверь и значит муж у него есть такой весь он весь лохматый тут все такое разорвано весь в помаде и вообще и жена такая свет включается и такая со скалкой а он дорогая не поверишь в метро с клоуном подрался а я хотела семью ну давай хочешь про семью расскажи уже покрутила политика хорошо что это вы семья семья политика все даты ну ладно значит после того как владимир владимирович путин протестировал ладу калину и лада гранте лада дэнс напряглась я бы даже сказал находится в томительном ожидании номинации политика которого такая хорошая у нас выпала рубрика я тоже хочу рассказать вспомнил такой анекдот значит человек работал в кремле значит и все время ходил на работу через красную площадь и возле красной площади там делают приглашаю на экскурсию там стояли биотуалеты значит биотуалеты и все время какая-то очередь в эти биотуалеты и он как-то попросил одну женщину говорит мне надо побыстренько опаздываю на совещание ангреты есть у меня один то есть вот это где не работает он работает я вам открыла он туда шмыг все сделал спасибо как вас зовут то бы скрыть она бы зинаида петровна зинаида петровна вы меня спасли все спасибо побежал ну и так все он ходил такой год второй ходил на работу значит потом а потом значит переводит его на работу на другую государственную думу и он же ходит в государственную думу и вдруг идет в какой-то день смотрит появились возле государственной думы эти значит биотуалеты и там это зинаида петровна он подходит к ней говорит зинаида петровна она да здравствуйте говорит вы меня не помните я вот там красная площадь и вы там были то я и он говорит ну конечно я вас помню геннадий андреевич я помню и он говорит слушать а а как так вот вы были там возле кремля красная площадь возле госдумы она к нему наконец интриги подводим итоги друзья звучат аплодисменты аплодируют люди которые смотрят нас в интернете ну что же его величество смехомер все подсчитал надеюсь внимание на экран и вот результаты 70 на 80 наша наша адская машина посчитала таким образом давайте поаплодируем еще становится ноль-два но это еще не приговор я так скажу потому что у нас впереди еще володь у нас впереди еще целый большой очень интересный раунд который называется угадай анекдот я кстати со смехомером тоже не очень-то согласен были смешные анекдоты у команды оранжевого дивана но машина не пролоббировали купили да конечно чем интересен наш третий игровой раунд который называется угадай анекдот дело в том что вы играете помимо того чтобы друг против друга вы еще играете против меня вернее я играю против вас вы начинаете рассказывать анекдот и я пытаюсь угадать его концовку в какой-то момент говорю знаю и пытаюсь отгадать если я отгадал вы ничего не зарабатываете но если вам удалось рассказать анекдот до конца вы получите 2 балла но что самое интересное момент когда команда расскажет анекдот помимо меня команда соперников тоже можно сказать знаю и попытаться угадать концовку и таким образом получить один балл. То есть, до конца рассказали два балла, сняли чужой анекдот, угадали концовку, один балл. Ну, и я, скотина, тут как бы всем могу все это... Разводка становится все более фигурной. Да. И что самое интересное, бывали случаи, когда удавалось вырвать победу тем, кто вообще пришел с нулевым счетом к этому конкурсу. Давайте поддержим наших участников. Вы пока вспоминайте анекдоты, а я отправляюсь в увлекательное путешествие в интернет. Вернее, как, мы и так в интернете, а я пойду раздавать туда деньги. Друзья, как всегда, я отправляюсь награждать наших победителей. Тех людей, которые смешнее и веселее всех рассказали анекдоты и прислали к нам на конкурс. Пошел я. Итак, раздаем деньги. Друзья, как всегда, я отдаю настоящее бабло настоящим ценителям анекдотов. Итак, обладатель этого ролика получит тысяча рублей. Дед, живущий в старой деревне, очень долго не видел свою внучку, которая проживала уже целых пять лет в Москве. И, наконец-то, свершилось чудо. Дочка, простите, внучка, наконец-то, приехала к деду. Дед на радость их начал сразу показывать, какая прекрасная природа. Посмотри налево. Это широкие поля. Посмотри направо. Это глубокие пруды. Все для тебя. Да-да. Все для меня. Что тут делать, дед? Вот скажи, куда здесь можно ночь сходить? Так это, на ведро? Две тысячи рублей получит человек, который прислал вот этот анекдот. Поздравляю! А теперь, честной народ, расскажу вам анекдот. На ходу летает Вольво в Мерс под маркою 600. Тут измерено братки, потирая кулаки, все копытами сверкая, прут на Вольво, как быки. Дверь открыли. Там она. От испуга вся бледна. За рулем машины шведской плачет девушка одна. Парни гнут свои понты. Все, Снегурочка, кранты. На пятнадцать тысяч баксов попадаешь круто ты. И Снегурка от угроз призадумалась серьез. Кто поможет разобраться? Ну, конечно, Дед Мороз. Я, ребята, не гоню. Чтоб решить все на корню, срочно Дедушке Морозу на мобильной позвоню. Да, Снегурочка, смешно. Только нам ведь все равно. Можешь хоть премьер-министру с президентом заодно. Номер стоило набрать, как бы мне вам не соврать, отовсюду налетело джипов штук, наверное, пять. Сокрушает все подряд скорой помощи отряд. И, братки, теряя зубы, все ложатся дружно в ряд. Позже каждый, кто лежал, от Снегурочки узнал. Дед Мороз не смог приехать, отморозков он прислал. А вот и наш счастливчик. Это надо же за такой простой анекдот получить четыре, четыре тысячи рублей. Вы знаете, что в России очень сильная команда, как их называют, морские дьяволы. Но они не только есть у нас, есть в Америке и во Франции. И в России проводили соревнования, чьи морские дьяволы сильнее. Завезли три команды в тайгу, где болото непроходимое. И первого кинули американца в болото. Проходит минута, вторая, третья, пятая. Американец выскакивает выскакивает. Его сразу окружили корреспонденты. Ой, как вы этого добились, как он, усиленное питание, гамбургеры, вся эта хрень. Я столько выдержал, пять минут. Закидывают француза. Бульк. Минуту, две, пять, шесть, десять. Выскакивает француз и его корреспонденты окружили. Как вы добились таких результатов? Он специально выращивает лягушек, у них в мясе содержится кислород, мы можем под водой столько держаться. Закинули русского. Бульк. Минуту нет, две, три, пять, десять, пятнадцать, полчаса выныривали. А, 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 корреспонденты окружили. Как вы, что за питание, какое нахрен питание, трусами за корягу зацепился, еле распутался. Вот так просто. Рассказываем анекдоты, снимаем на видео, выкладываем хэштег анекдот шоу и деньги пошли в ваш карман. Деньги еще остались, поэтому снимайте и дерзайте, жду. Итак, угадай анекдот. Вот сейчас я попробую рассказать анекдот, который вы, может быть, знаете, может, не знаете, а вы постарайтесь отгадать его концовку. Пресс-конференция, ну, все журналисты между собой общаются, и российский журналист опоздал, а там очень важное вообще происходило мероприятие, значит, Владимир Владимирович Путин с Трампом договаривались по очень серьезным каким-то вещам, а он, ну, где-то там живот прихватил, все профукал, и, значит, прибегает, смотрит все там на ушах, все стоят там передают, надиктовывают там все, он понимает, что что-то важное пропустил, и он к своему американскому коллеге подбегает и говорит, слушай, сори, сори, а как закончились переговоры, он говорит, вот, он говорит, ну, Путин с Трампом там как, он говорит, пиздил, он говорит, ну, что пиздил, а о чем договорились, а он говорит, пиздил, мирный договор, он, а, понятно, молодец, Владимир Владимирович, хорошо, я заслушался, мог догадаться, ну, догадался, но хотел, чтобы ты сказал это слово в конце, так уже, да, а если мы уже поняли, вот в конце, а вот вы, я знаю, ну, что, поехали, ну, короче, вот видите, почти что, но не получилось, все понятно, поддержим наших участников, начнет у нас, пора, и команда оранжевого дивана, так как вы пока находитесь немножечко в плачевном состоянии, да мы изначально в плачевном, нет, нет, за себя, изначально все было хорошо, мы действуем, как мы вчера с тобой договорились, поэтому так скромно, значит, да, я хочу рассказать анекдот, один из любимых, не желая даже кого-то в тупик поставить, вот, школа российская, советская, это анекдот вообще о дружбе народов и о российской школе, в классе новенький, возникает какой-то и воспитательный момент, учительница, Марья Степановна, наверное, говорит, пожалуйста, встань, представься, он встает, видно, что умный мальчик, с некоторым опытом, сейчас понятно будет каким, он говорит, понимаете, Марья Степановна, я вообще болгарин, живу в России, у нас специфические фамилии, поэтому не удивляйтесь, может быть, даже он сказал слово, пусть вас не шокирует, вот, значит, моя фамилия Хуев, в классе, пауза, замешательство, он видит, что замешательство, понимаете, Марья Степановна, у нас просто фамилии такие, я болгарин, у нас это нормально звучит, у нас такие фамилии, я болгарин, вы понимаете, Марья Степановна, она говорит, я все понимаю, ты пока садись, болгарин, он выиграл, такая фамилия у человека, слушай, ну я с тобой играть вообще не буду никак больше, обратим внимание на смехомер, я думаю, что будет засчитано очко, конечно, он отгадал, он знает, он отгадал, 0-3, ушли в отрыв, давайте попробуем, молодцы, соберитесь, давайте, от вас анекдот, просто короткий, это не анекдот, просто у Алексея закончились деньги, поэтому стриптизерша второй сыном просто прокричал, спасибо, я даже не успел, что нафигали, Альчика, рассказывай, мужики, значит, сидят во дворе, пьют, и один такой, ой, меня жена, начала называть, как-то так, как-то так, классно, круто, мачо, что ли, мачо, жена из окна, чмо, домой, а я знал, но вот, я не смог вспомнить, как называть, чмо, я об этом и была, пешечка, чмо, счет 0,5, вообще, ужас какой, катастрофа, Светик, пожалуйста, рассказывай анекдот, приходит к проктологу, молодой человек, с очень-очень маленьким достоинством, в 5 сантиметров, я говорю, я вас сразу доктор, предупреждаю, не смейтесь, ну, значит, он выкладывает свое маленькое хозяйство, доктор не смеется, и говорит, спасибо, я не курю, нет, он говорит, извините, а в чем проблема, у вас нормально, как, ну, 5 сантиметров, я не смеюсь, доктор, он опух, это, там только непростого, это урон, урон, вот, вот, пожалуйста, а, там тоже два, да, девушка такая, лет 15, собирается на улицу, красится что-то, напевает там, ну, такая современная, она там в инстаграме что-то лайкает, а в этот момент сидит у окна, бабушка такая, ну, такая кичка у нее, например, с мастуком, она так, такие перчатки обрезанные, она сидит в кресле качалки, смотрит на нее, вот, и говорит, Наташенька, ты такая, да, бабуля, я посмотрю на тебя, ты как, извини, пожалуйста, тебе 15 лет, знаю, продолжайте, так, простите, нет, ну, и что, у тебя много поклонников, да, и они как-то тебе подкатывают, да, ну, и, конечно, ты в основном посылаешь, да, отказываешь, да, пожалеешь, нет, не тот, не тот, нет, ну, это тоже хороший, нет, да, ну, вот, и она говорит, вот, извини, но ты выглядишь, как, ну, внуч, ну, как, я не знаю, как сказать, ну, проститутка, понятно, почему, ну, посмотри на себя, вот эти все губы красные, у тебя вчера мальчик один, позавчера другой, завтра третий, сегодня, ты хоть помнишь их по именам вообще, нет, она говорит, бабушка, я, ну, не помню, у тебя Леша был первый, ну, и что, она говорит, ты пойми, внученька, ну, у порядочной девушки должна быть одна любовь на всю жизнь, понимаешь, внученька, я знаю, да, он говорит, ну, бабушка, а у тебя что, была одна любовь на всю жизнь? да, ну, и какая? кто какая? моряки, да, к сожалению, я вам помешал, и вы не вырабатываете два балла, и ход переходит в команде оранжевого дивана, пожалуйста, Светлана, Владимир, кто из вас попытается? я все-таки хочу с разрешения Светланы, которая капитан нашей команды, я тебе дома все объясню, так вот, значит, я хочу продолжить тему российской школы, продолжайте, не тоже с упорством, вот, давайте продолжим, пусть будут приемы, вот, опять та же ситуация, опять, опять новенький в классе, встань и представься, как твоя фамилия, он так говорит, Штирлиц, так, минуточку, еще раз, не поняла, как твоя фамилия, скажи класс, Штирлиц, о, какой дерзкий мальчик, вроде надо поскромнее, давай-ка с мамой в школу, мама в школу, мать приходит с таким претерпевшимся видом, он говорит, вроде бы, надо как-то поскромнее, представляю, класс, я знаю, мальчик, я знаю, он говорит, он, он говорит, пошутил он, борманы мы, не, не так, не так, нет, тут пошутил, слово пошутил, тут не надо, в принципе, ты знаешь, она с таким видом, она с таким видом говорит, да вы знаете, он хороший, добрый мальчик, конечно, никакой он не Штирлиц, борманы мы, ну, я отгадал, переход фона, пожалуйста, Анюточка, какой-нибудь длиннючий, преддлиннючий, длиннючий, ну, чтоб я думал, блин, знаю, не, 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 не одно предложение, жена, значит, возвращается раньше, положенное в домой, и видит муж там, он говорит, это не то, что ты подумала, она говорит, ах ты дрянь, так и знала, что ты рубашки свои сам умеешь гладить, а я думал, что ты забыл сказать что-то, но не знал я, не знал, два балла, и я думаю, что пришло время подводить, подводить итоги, Светланы сегодня, да, ну пусть Светлана расскажет, ну, хорошо, еще по-другому, встречи, пожалуйста, давай, прошу тебя, короче, 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 встречаются, один другому говорит, ну, ты спортсмен, да, я спортсмен, ну, я тоже, в принципе, теннисом, хоккеем занимался, футболом, а сейчас, что, компьютер сломался, ну, Берит, пожалуйста, анекдот, просто я сразу, ну, как бы, анекдоты, они не терпят каких-то там урезаний, обрезаний, вот, поэтому, еврейские терпят, да, еврейские терпят, а это про русских, значит, американец, француз и русский, сидят, выпивают, значит, по 150 выпили, американец говорит, мы ядерная держава, мы вообще, мы, как бы, диктуем политику всему миру, потому что мы американцы, мы любим свою страну, у нас не было практически ни одной войны, вот, доллар, самая главная валюта в мире, вот, наши ядерные ракеты летят, прям, вот, с точностью до километра в радиусе, поэтому у нас все боятся, французы говорят, ну и что, зато у нас во Франции такие девушки, красавицы, просто, они и мамы потрясающие, и партнерши сексуальные, и фигурки у них, как они готовят, какие они интеллектуальные, русский говорит, у меня в Воронеже друг есть, у него на члене 38 воробошков помещается, вот, значит, ну, они еще по 150 выпили, значит, американец говорит, американец говорит, ну, нет, ну, мы, конечно, ядерная держава, безусловно, доллар, ну, ракеты у нас есть, ну, они, конечно, так вот, чтобы прям, вот, в радиусе, там, нет, ну, в радиусе, там, все, не все взлетают, вот, да и доллар тоже, честно говоря, так подхрамывает, француз говорит, ну, у нас тоже, конечно, девушки, не все, прям, что вот одна, вот, в одной все, и красавица, и мама, нет, так, чтобы вот все в одном, а русский говорит, я тоже, я знаю, можно догорить до конца, а ты потом уже, я уже понял, что ты его знаешь, да, ну, конечно, да, русский говорит, мне можете верить, я знаю, русский говорит, а у меня, вроде же, друг есть, у него на члене, 38 воробушков помещается, ну, сколько 38-го, все время лапка соскальзывает, да, ну, он говорит, ну, они все время говорили, ну, я, конечно, немножечко собрал, и он говорит, ну, и я немножечко собрал, все говорят, ну, конечно, как мы можем в такое поверить, да, говорит, я собрал, говорит, 38 повещаю, но последний все-таки лапка соскальзывает, соскальзывает, друзья, шикарно, на мой взгляд, прошел наш последний конкурс, к сожалению, так и не получилось, команде оранжевого дивана догнать, диван зеленый, счет 4-7, мы не пытались, да, и мы не убегали, очень зря, потому что получите вы подарки похуже, чем получат подарки, наши победители, конечно, у нас есть подарки, спонсор нашей программы, подарковый завод, будем подводить итоги, под ваши аплодисменты, подарки без запарки, все, итак, я всегда эту церемонию провожу стоя, потому что стоя аплодирую вам, вашему остроумию, вашей эрудиции, кругозорой, умением рассказывать веселые, юмористические истории, которые мы называем анекдот, друзья, очередной выпуск анекдот-шоу подходит к своему концу, и, конечно же, это яркое, запоминающееся зрелище, которое мы называем церемонией награждения, сейчас и будет происходить, под общие аплодисменты, в нашей студии. Серебряные придеры, не все время тебе, дорогая моя, быть чемпионкой, сегодня второе место, серебро в студию, пожалуйста. Наш символ, символ нашего шоу, лопата, слово после которого раньше мы смеялись, когда было не очень смешно, давайте мы сейчас посмеемся, после того, как я скажу, держите, это ваша лопата. Поздравляю. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, а сейчас вдвое больше должно быть аплодисментов и радости, потому что это наши золотые, наши победители, наши чемпионы, которые получают сегодня золотые, но не медали, а тоже лопаты. Я думаю, что она получает золотой лопатой. которые получают золотой лопатой. А мне серебряные больше нравятся. Вот вам по лопате. Спасибо. Светит на здоровье. Светит на здоровье. Светит на здоровье. Светит на серебра. Друзья мои. Кроме драки. Да. Это был очередной выпуск анекдот-шоу в Одноклассниках. Давайте еще раз поаплодируем нашим победителям, нашим чуть-чуть проигравшим. Дорогие друзья, напоминаю, анекдоты – это весело, весело и смешно. Поэтому радуйте, радуйте друг друга этими короткими юмористическими историями. Увидимся в среду и воскресенье в 20.00. Участвуйте в конкурсе, присылайте свои анекдоты. Увидимся. Будьте счастливы, здоровы, бодры и веселы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok